Машинки, домики, песочница и даже собственное яркое солнышко. Детский городок для маленьких жителей соорудили родители своими руками в начале июля. Трудились шесть дней. Все из головы, все сами придумывали, все сами строили так же. Все как-то кто-то придумал, помогал, какие-то идеи приносили сами. В интернете смотрели, как лучше сделать, чтобы безопаснее было все. И вот так получилось, в принципе, вроде неплохо. Малыши были счастливы, но недолго. Сегодня детская площадка оказалась под кучей веток. Накануне старые тополя опилили, ветки упали прямо на детскую площадку. То, что одни строили несколько дней, другие испортили в одночасье. Мы вышли во двор и вообще просто были в шоке, что там произошло. С детьми просто было не подойти. Мы с родителями собрались, где-то пять семей, и начали весь этот бардак сами руками разгребать. Когда пилили, сломали там конструкции, которые мы сами строили, естественно, трудов жалко. На эту площадку местные жители собрали 6 тысяч рублей. Помогла и управляющая компания. Коммунальщики предоставили краску, укрепили скамейку, поставили новую качель. Руководство УК пообещало следить за новым городком, но только после того, как закончится ремонт. По словам коммунальщиков, на строительство детской площадки родители получили только устное разрешение от управляющей компании. И о том, что в скором времени планируется опиловка деревьев, местные жители знали. Так и получилось. Вчера ветки поломали самодельные конструкции. Пострадала та самая скамейка – кораблик и цветы на клумбе. Теперь малышам негде играть, жалуются родители. Поблизости нет других детских площадок. А на месте зеленой полянки лежат ветки деревьев. По сути, мусор. Родители с детьми гуляют у подъезда, ведь теперь конструкции представляют определенную угрозу для малышей. В ближайшее время все недостатки будут устроены. Детский городок восстановлен. Сучья и деревья будут полностью вывезены. И на клумбах появятся цветы. Сегодня коммунальщики вывезли большую часть того, что спилили. И пообещали, что в короткие сроки восстановят площадку. А это значит, что маленький городок вновь станет любимым местом маленьких жителей. Татьяна Жданова, Дмитрий Махов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok